Кинокартина под названием «Девчата» Юрия Чулюкина стала кинохитом, ведь она была полна юмора, заставляла симпатизировать харизматичным героям и радовала хэппи-эндом. В данном видеоролике вы узнаете, как счастливо сложила жизнь актеров комедии за кадром. Надежда Румянцева, которая сыграла Тосю Кислицыну. Знаменитая сцена поедания Тоси огромного бутерброда вошла в историю советского кино. Данил Волшебник, который воплотил любую фантазию по стрижке в жизнь, узнать сыну на экране Бойкоя Тоси сначала спросила с Ильей, затем разозлила его, отказав танцы. Тогда Коварыгин поспорил с бригадиром, конкурирующей бригадой на шапку, что покорит молодую повариху, однако в итоге по-настоящему влюбился в данную девушку. Румянцева закрепила положение в кино, снявшись в Королеве бензоколонке и Крепком Орешке, но уже на съемках последнего думала не о карьере, а исключительно о семье. До конца дней звезду девчат мучили мигрени и обмороки, а однажды, потеряв сознание, Румянцева перенесла кровоизлияние в мозг и перестала ходить. После курса лечения состояние улучшилось, но пневмония окончательно подорвала здоровье надежды. К большому сожалению, 8 апреля 2008 года, 77-летняя, женщина скончалась. Николай Рыбников в фильме сыграл Илья Коврыгина. Так как Илья раскритиковал стряпню тоси и перестал приходить в столовую, девушке пришлось носить бригадиру лесорубов еду прямо на место работы. Зрители обожали Рыбникова не только за роли в фильмах «Высота» и «Весна» на Заречной улице, но и за его образ идеального мужа. 6 лет Николай ухаживал за Аллой Ларионовой, но та игнорировала поклонника, будучи влюбленной в Ивана Переверзева. Состояние актера усугубилось, когда его с супругой перестали звать в кино. Подводил Николай собственное здоровье, поэтому в последние годы он старался чаще бывать на даче на свежем воздухе в компании одной лишь избранницы. 22 октября 1990 года, 59-летний артист умер от сердечного приступа во сне. Люсьена Овчинникова, которая сыграла всем известную Катю. Героиня Овчинникова жизнерадостная и весела, ведь ее отношениях с Сашкой все отлично. На экране героиня актриса наслаждалась отношениями с гармонистой Сашкой, а вот за кадром попытки создать семью раз за разом терпели неудачу. Так Овчинникова жила с режиссером Владимиром Храмовым, но в итоге ушла от него, когда встретила кавалера поинтереснее. К большому сожалению, в январе 1999 года звезда девчат скончалась. Причиной смерти был назван оторвавшийся тромб. Николай Погодин сыграл Сашку. В 7 лет актер засиделся в картине «Гаврыш» и заразился мечтой о карьере в кинематографе. После войны Погодин отучился на электрик и работал на стройке, однако о своей главной цели не забывал. Окончив гик, парень стал играть в военных, в солдатах. Город зажигает огни. О личной жизни артиста известно мало. В 60-е он женился и стал отцом дочки Лены, но через 7 лет брак распался, и бывшие супруги предпочли пресечь общение на корню. Умер актер в 2003 году на 73-м году жизни. Инна Макарова, которая сыграла Надю Ерохину. У Макаровой жизненных потрясений оказалось гораздо больше, чем у ее экранной героини. Реальная история Инны Макаровой резко отличалась от экранной. Первым супругом актрисы был Сергей Бондарчук. Мужчина буквально носил супругу на руках и души не чаял в их общей дочери Наташи, но отношения с женой дали трещину, когда Сергей уехал на съемки от Элла с Ириной Скопцевой. В Ялте у коллег по фильму закрутился бурный роман, однако Бондарчук 4 года не решался разойтись с Макаровой. В итоге, уставшая от грязных слухов Инна Владимировна, взяла инициативу в свои руки.